Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои прекрасные зрители. Я с вами уже давно не говорила, а у меня пришло много новых подписчиков, и мне хотелось бы, конечно, поговорить с вами обо всём этом, и в частности рассказать про свой канал и обо мне. Ну, начну с самого начала. У меня канал неразвлекательный. У меня канал обо мне, о моих увлечениях, о моей жизни. Да, я очень люблю блошинные рынки, увлекаюсь старыми вещами, я оформляю свою дачу, дома, но очень люблю я в то же время и сады, и я вообще профессионально. Знаете, что я ландшафтный дизайнер, я профессионально ими всегда занималась, но это не только об этом. Вот кто давно смотрит, тот знает. Я очень люблю ходить в гелькун-оперу, в театры, на концерты, и я рассказываю в этих видео про свою жизнь, про то, как я туда хожу. И поэтому мне очень странно, когда я здесь недавно стала делать видео на тему, которая меня волнует, а меня волнует несколько тем. Ну, во-первых, меня тогда волновало, что человек на глазах всей страны вроде как умирал, и его не отпускали лечиться за границу. И я очень люблю делать фильмы о другом, но у меня ничего не могу с собой поделать, у меня ярко выраженная гражданская позиция. И вообще я очень жалею людей. Да, когда-то я работала в Лужниках, и в моем подчинении, я возглавляла службу озеленения, и в моем подчинении было около тысячи человек рабочих. И, естественно, там не обходилось без каких-то конфликтов, без каких-то проблем. Но я старалась решать эти вопросы, я старалась им помогать, и чтобы все было хорошо. Но о том, как ко мне относились мои рабочие, говорят то, что когда я уволилась, то за мной ушли около 50% рабочих. Они не пошли вместе со мной работать, они просто не захотели работать без меня. Поэтому я знаю, что такое, когда человек пришел на работу, когда у него плохое настроение, когда у него какие-то проблемы. Человеку в этот момент очень трудно и работать, и как-то существовать. Поэтому я всегда их выслушивала, всегда разрешала конфликты. У нас конфликты очень быстро разрешались. И несмотря на то, что у меня работали люди разных национальностей, когда все собирались вместе, то говорили только на русском языке. Ну, чтобы не было никаких недопониманий, чтобы никто ничего не думал. Поэтому вот когда в Хабаровске происходят такие моменты, когда весь город выходит и пытается донести, что ему плохо, что ему что-то нужно, я как мать не понимаю этого. Я всегда не понимаю того, что наше правительство не реагирует на это. Ну, вы понимаете, это как с детьми. Прав ребенок, неправ ребенок. Мы все равно его позовем к себе, обнимем, выслушаем, и потом объясним ему или решим эту проблему. Но, понимаете, целый месяц, когда жалуются на что-то, когда людей что-то беспокоит, я не понимаю, как это можно игнорировать. Поэтому я хочу сказать, что на своем канале я не гоню за подписчиками. У меня не так много денег я получаю от Ютуба, а очень много денег я трачу на создание видео. Очень много сил, труда, времени трачу на создание видео. И поэтому мне хочется работать для людей, которым я могла бы говорить каждый день. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, прекрасные зрители! Я не могу сказать, что я хочу от вас требовать или просить, чтобы вы поддерживали меня в своих взглядах. У каждого свои взгляды. Это нормально. У меня и мои подруги, они не всегда меня поддерживают. Ну, не во всем меня поддерживают. Но у всех свои взгляды. Это нормально. Но я единственное прошу, чтобы вы подходили ко всему сердцем, понимали это все и, во всяком случае, не оскорбляли. Потому что, когда я сделала вот видео, выпустила одно, я получила столько оскорблений, сколько я не получала, наверное, за всю свою жизнь. Мне это очень обидно, потому что... Потому что мало того, что обзывали меня, назвали меня сумасшедшей, но и обзывали моих подписчиков, которые тоже приняли мою сторону. Хотя, опять же, я говорю, я не прошу вас меня поддерживать и принимать мою сторону. Но нет, нет, нет. Я просто хочу, чтобы вы относились ко всему с добрым сердцем, пониманием и, не дай бог, никого не оскорбляли. Вот это самое главное, что вообще не должно быть. Но больше всего меня удивило, что уму-разуму нас стало учить блогер, уехавший из России в Германию, обосновавшись там хорошо. про замечательную жизнь у которой. И вот она решила нас учить ума-разуму. А когда мы не послушались, я и мои соратницы, которые, в общем, написали в мою защиту, то она нас всех назвала сумасшедшими, идиотками и вообще обзывала самыми ужасными словами. Ну, я просто поражена, поражена. Товарищи, давайте будем толерантными. У каждого свои взгляды, свои пристрастия, но надо быть толерантным. Ну, а я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья, обнимаю вас, целую, всего вам самого хорошего. И хочу сказать, если кому-то не нравится мой контент и мой канал, ну, я... Отписывайтесь, что же делать? Это ваше решение. Отписывайтесь. А я останусь с добрыми, толерантными людьми, которых я могу обнимать и целовать. До встречи, мои дорогие. СубтитрыAL. Субтитрыал DimaTorzok